Сначала проверим домашнее задание Нам нужно было закончить такты И я уже здесь написал правильный вариант Нашим условием было то, что такт И первый, и второй нужно было закончить одной нотой И чтобы сумма всех длительностей В итоге была равна 4 секундам Или звучало 4 счета Итак, мы смотрим Первые 4 ноты у нас 16 16 занимает 1 секунду То есть у нас остается еще 3 свободных секунды Которые нужно заполнить одной нотой Поэтому мы рисуем половинку Которая звучит 2 секунды И добавляем к ней точку Которая увеличивает ее длительность в 1,5 раза То есть добавляет ей еще 1 секунду 2 плюс 1 получается как раз 3 секунды Значит, 16 занимает 1 секунду Плайка с точкой занимает 3 секунды Во втором такте то же самое Нам нужно было закончить такт одной нотой Поэтому здесь у нас получается четверть занимает 1 секунду Четверть с точкой занимает 1,5 секунды У нас в запасе остается еще 1,5 секунды И соответственно мы рисуем опять четверть с точкой Потому что именно четверть с точкой сможет занять все эти 1,5 секунды Попробуйте сами придумать себе задание Например, здесь нарисовать 2,8 длительности А не 16 И попробуйте точно так же закончить такт Ну уже, допустим, не одной нотой, а тремя, четырьмя И собираем ребро Потому что сейчас у нас получается 2,16 Чтобы были восьмы, должно быть одно ребро Допустим, у нас есть 2,8 Кстати, сейчас такт тоже закончен Потому что 2,8 занимает 1 секунду А половинка с точкой занимает 3 секунды И в итоге получается опять 4 секунды Давайте попробуем закончить этот такт уже, например, двумя нотами Как бы это выглядело Мы можем сделать такой вариант Можем из этой длительности сделать четвертную с точкой Если немного сейчас сменить счет То есть добавить букву И Потому что у нас появились восьмы Давайте посмотрим, сколько у нас займет эта длительность Она занимает 1,5 секунды Потому что четверть сам по себе звучит секунду А точка рядом с ней увеличивает длительность в 1,5 раз Поэтому у нас занимает уже 1,5 секунды И у нас остается опять еще 1,5 секунды Как в этом примере 1,5 и 1,5 Поэтому мы здесь смело рисуем еще одну Четверть с точкой С другой стороны, если бы нам нужно было закончить этот такт Например Четырьмя нотами Мы могли уже здесь в конце нарисовать 3,8 Потому что каждый из них звучит по полсекунды И в итоге мы получили бы опять полторы секунды И смогли бы занять вот этот счет Две восьмушки звучат 1 секунду Четверть с точкой полторы секунды И здесь три ноты восьмушки Каждая звучит по полсекунды То есть этот такт опять получается правильный Единственное, что здесь можно было бы записать по-другому Вот эти вот ноты не соединять Соединим только две последние восьмые А вот эту вот ноту к ней пририсовать флажок Попробуйте еще дать себе одно или два задания Может быть больше Рисуйте разные длительности в начале такта И потом пробуйте заканчивать такт Тем или иным количеством нот Сегодня мы переходим к новой теме Это тоже довольно-таки важная тема Тема музыкальных размеров До этого мы говорили, что один такт должен длиться 4 секунды или 4 счета На самом деле в музыке не все так просто Они все так статично То есть вся музыка не может записываться только такими тактами И счет может вестись не только четвертными нотами Потому что у нас одна четверть равна одной секунде Но и другими длительностями Например, восьмые тоже могут быть равны одной секунде по звучанию И чтобы этот момент проследить Нам как раз и поможет музыкальный размер Который выставляется рядом с музыкальным ключом Это такая вот дробь 4 четверти Верхняя цифра из этой дроби Говорит о том, сколько должно быть долей в такте А нижняя цифра говорит о том, какие это будут доли Например, размер 4 четверти говорит о том, что В такте должно помещаться 4 четвертных ноты Это как раз тот вариант, который мы рассматривали до этого То есть все упражнения, все домашние задания Они были связаны именно с этим размером Потому что у нас в такте в итоге получалось 4 секунды А теперь у нас получается так, что этот такт соответствует этому размеру То есть у нас в одном такте помещается 4 четвертных ноты И к тому же счет будет вестись именно секундами И одна секунда будет равна четвертной ноте Если мы сейчас здесь запишем восьмушки Добавим еще 4 ноты У нас уже получится 8 нот в такте И этот вариант опять будет соответствовать размеру 4 четверти Почему? Потому что у нас в итоге сейчас, если мы посчитаем сумме Весь счет будет равен опять 4 Да, или 4 секунды Давайте для примера возьмем другой размер Рисуем еще раз ключ И теперь если напишем уже 3 четверти Давайте напишем вот так 3 четверти О чем он говорит этот размер? Он говорит нам о том, что в этом такте должно помещаться 3 четвертных ноты 3 четвертных доли И что один счет, или вообще счет, он будет вестись именно четвертными нотами Как это будет выглядеть? Мы можем записать, например, одну половинку И одну четвертную Вот сумма этих двух длительностей будет в итоге равна 3 И мы уже, когда будем считать Высчитывать так, то мы уже будем считать до 3 Потому что у нас размер стоит именно 3 четверти Половинка звучит 2 секунды Четвертная звучит 1 секунду Все, теперь это получается тоже полный такт Другие варианты, когда у нас доли уже будут не четвертные За основу взятые, а, например, восьмые И тогда уже на один счет будет приходиться не одна четвертная нота А будет приходиться одна восьмая нота Например, у нас есть 3 восьмых Пусть это будет нота соль Давайте здесь поставим границу такта Тактовую черту И попробуем теперь определить размер для такого такта Потому что это на самом деле тоже такт Он тоже может быть полным И здесь счет может вестись также, например, восьмыми длительностями С помощью них, а не с помощью четвертных Как мы делали до этого У нас в одном такте 3 восьмых ноты И то, что я сейчас говорю 3 восьмых Это как раз и есть обозначение нужного нам размера Мы пишем 3 восьмых Этот размер говорит нам о том, что счет будет вестись восьмушками То есть на один счет будет приходиться одна восьмушка Раз, два, три И что таких восьмушек и секунд, которые им равны Должно быть именно 3 в такте Давайте попробуем при этом размере написать, например, ритмический рисунок с шестнадцатыми длительностями Как это будет выглядеть Например, мы напишем одну восьмушку Пусть это будет нота си Она будет занимать собой одну секунду У нас остается еще две секунды Теперь получается так, что на одну секунду будет приходиться уже две шестнадцатых ноты Потому что одна восьмушка равна двум шестнадцатым Можем сюда записать, например, две ноты ми Которые будут равны одной секунде Потому что они шестнадцатые И у нас размер 3 восьмых А в размере 3 восьмых Одной секунде равна уже восьмая длительность Итак, восьмая одна занимает одну секунду Две шестнадцатые занимают еще одну секунду И теперь у нас остается еще одна секунда Мы можем написать, например, еще одну восьмушку Пусть это будет тоже нота ми Такой флажок Это будет уже третья секунда Наверное, тема для понимания не очень простая Но давайте попробуем еще разок Например, у нас есть размер четыре четверти Опять же, о чем он нам говорит? Он говорит нам о том, что в одном такте При таком размере должно помещаться четыре четвертных доли Или четыре четвертных ноты И одна доля, она будет равна именно четвертной длительности Если бы мы написали, например, четыре восьмых То есть мы, получается, должны, если будем писать именно четвертные, да То на каждую четвертную будет опять приходиться один счет То есть одна четвертная равна была бы в первой секунде Давайте исправим четвертную сейчас Следующая четвертная приходилась бы на вторую секунду И следующая на третью секунду Сейчас этот такт правильный, потому что у нас три четвертных И здесь как раз размер стоит три четверти А каждая доля в такте, она равна получается одной четвертной длительности Можем опять же здесь написать, например, размер Давайте напишем шесть восьмых Такой размер тоже частенько встречается и в вегетарной музыке И в музыке вообще О чем нам сразу говорит размер шесть восьмых О том, что в данном произведении или в данном фрагменте Доли будут измеряться восьмушками И что таких долей должно быть шесть штук в такте Сейчас у нас получается три четвертных И это как бы тоже правильно на самом деле Почему правильно? Потому что, единственное, что вот здесь счет будет неправильный у нас Счет будет уже другой Почему правильно? Потому что одна четвертная равна двум восьмым А у нас получается три четвертных Три умножаем на два, получается шесть восьмых То есть опять соответствует размеру Да, но мы можем также записать Еще три восьмые ноты Так и соединим, чтобы было наглядно В итоге получается шесть восьмых И это опять правильно Но теперь счет, он будет уже в соответствии с восьмой видительностью Потому что у нас размер шесть восьмых На одну долю, на один счет Будет приходиться одна уже восьмушка Два, три Здесь четыре, пять, шесть Ну, кстати, при таком раскладе, при таком размере Удобнее считать раз, два, три, раз, два, три Чтобы не считать раз, два, три, четыре, пять, шесть Потому что вот эти вот слова Четыре, пять, шесть Они для счета не очень удобны Поэтому можно считать раз, два, три Раз, два, три В итоге получается опять шесть Итак, 6 восьмых говорит нам о том, что в такте должно быть 6 восьмых долей А одна доля – это один счет В размере 3 восьмых в этом такте должно быть 3 восьмых доли И каждая восьмая доля соответствует одному счету Здесь тоже размер 3 восьмых, но здесь уже немного по-другому мы расписали длительности На первую секунду приходится 1 восьмушка, на вторую секунду 2 шестнадцатых И на третью секунду уже получается тоже 1 восьмушка Давайте мы сейчас для практики и в качестве вашего домашнего задания возьмем 4 варианта различных размеров, различных тактов И вам нужно будет их опять же заполнить и дописать, чтобы было более понятно Итак, 4 варианта, 4 различных размера, 4 различных такта В первом такте у нас размер 4 четверти Размер нам говорит о том, что в такте будет 4 четвертных доли И получается, что каждой доле соответствует 1 четвертная нота То есть здесь, в этом такте, 1 секунде будет равна именно четверть Здесь тоже 1 секунде будет равна четверть, потому что у нас в знаменателе написана цифра 4 Но таких секунд или долей должно быть уже не больше 3 в такте То есть этот такт будет звучать не больше и не меньше, чем 3 секунды или 3 счета В этом размере 3 восьмых у нас получается 3 восьмых доли И каждая восьмушка будет приходиться на один счет Таких восьмых в такте должно быть не более 3 Или такт в сумме должен звучать не более 3 восьмых долей Здесь то же самое, но уже размер 6 восьмых То есть получается, в одном такте будет помещаться 6 восьмых долей или 6 восьмых нот Теперь какое наше задание? Мы сейчас также напишем начало каждого такта и вам нужно будет закончить У нас была между третьей и четвертой нота до Теперь давайте запишем ноту ре Пусть это будет четвертная нота с точкой Запишем еще одну ноту ре Пусть она тоже будет четвертная нота с точкой И теперь нам нужно здесь закончить двумя нотами Это такт двумя нотами В сумме у вас здесь должно получиться 4 секунды В следующем такте давайте возьмем, например, тоже ноту ре Две шестнадцатые длительности И нам нужно закончить здесь, например, с помощью Или даже давайте запишем так Запишем две шестнадцатых Запишем еще одну восьмую Сейчас обратите внимание, как будет восьмая соединяться с шестнадцатыми Потому что они между собой тоже соединяются Здесь два ребра, поэтому это две шестнадцатые И здесь одно ребро, которое отходит от этой ноты Поэтому это восьмушка Две шестнадцатые и восьмушка И давайте мы закончим Весь этот такт Двумя нотами тоже Здесь у нас тоже должно быть две ноты И здесь В сумме у вас должно уже получиться Не 4 секунды, а 3 секунды Потому что нам на это указывает размер Где должно быть 3 четвертые длительности Да? Либо 3 секунды Да, и кстати Здесь у нас тоже будут 3 секунды, да? В сумме Но здесь секунды измеряются четвертными длительностями Потому что стоит четверка А здесь секунды будут измеряться восьмыми длительностями Потому что стоит восьмерка И давайте сейчас мы как раз здесь запишем ноту, восьмую ноту с точкой У нас ее еще не было в примере Пусть это будет, у нас была нота ре Давайте запишем опять ноту до С предыдущего домашнего задания Нота до у нас будет восьмушкой и восьмушкой с точкой Сколько должна звучать восьмушка с точкой? Или даже по-другому, каким длительством в итоге она будет равна? Восьмушка с точкой это восьмушка увеличенная в полтора раза Восьмая она равна 2,16 Но когда к ней добавляется точка, мы прибавляем еще половинку То есть прибавляем еще 1,16 В итоге она получается звучит 3,16 Или равна 3,16 И этот такт нам нужно закончить с помощью одной ноты Здесь у нас будет одна нота И здесь этот такт тоже звучит 3 секунды Но уже на одну секунду приходится восьмушка Одна восьмушка, а не четвертная Потому что у нас в знаменателе этого размера Этой дроби стоит цифра 8 Весь такт звучит 3 секунды И одна секунда равна одной восьмой длительности Восьмушка с точкой равна восьмушке И еще плюс одной шестнадцатой Потому что точка увеличивает длительность в полтора раза Приходим к следующему такту Здесь у нас получается 6 восьмых То есть этот такт должен звучать уже 6 секунд И каждая секунда будет равна какой длительности? Она будет равна восьмой длительности То есть 6 секунд звучит такт И одна секунда, один счет равен одной восьмой длительности Мы запишем следующий вариант нот И вам нужно будет закончить весь этот такт Закончить одной нотой Вот такое домашнее задание Тема на самом деле не очень простая Но мы обязательно поговорим о размерах еще И потом поговорим еще И постепенно, я думаю, у вас все усвоится Опять же, если есть какие-то вопросы Или действительно трудно все это дается Вы можете позвонить по скайпу Либо написать сообщение Мы обязательно это еще раз все обсудим И, возможно, выполним вместе с вами домашнее задание Меня зовут Александр Чуйков У нас занятие по нотной грамоте И в следующем видео мы опять проверяем домашнее задание И изучаем новые аспекты игры на гитаре по нотам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!